Патриотический велопробег, праздник детства и день знаний, около 23 тысяч бабуручан после летних каникул вновь сели за уроки. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Николай Силков, мы начинаем. От Еловиков до Ледовой арены в Бобруске прошел патриотический велопробег. Кто участвовал в акции? День знаний в городе на Березине. Родительские слезы, детское волнение и улыбки учителей. В школах, гимназиях и колледжах прошли торжественные линейки и концерты. Наши корреспонденты повторили уроки. В Беларуси завершили уборку зерновых, 10 предприятий включили в Евразийский реестр промышленной продукции и Александр Лукашенко принял кадровое решение, кто получил новый портфель. Сокращение мирового производства автомобилей, Каннский кинофестиваль без зрителей и смерть артиста ушел из жизни Борис Клюев, как прошли последние годы звезды. За Беларусь в Бобруске прошел патриотический велопробег. Участники собрались на Минске в районе Еловиков и проехали до Ледовой арены. Подробности в следующем сюжете. Любители спорта и активного образа жизни, настоящие патриоты своей стороны сегодня собрались на въезде в город. У вечного огня. Это весьма символично. Священная обязанность настоящего и будущего поколения сохранить мир и независимость Беларуси. В патриотичной колонии сотни бобручан. Маршрут от Еловик до Ледовой арены. Велопробег собрал самых активных жителей города. И дело не столько в физической подготовке, сколько в активной гражданской позиции. Открытые прямо говорят о важном. А эмоции не перечесть. Вот настолько хорошо, так дружно, коллективно. Все очень радостные, все под впечатлением, все за мирную предстоящую Беларусь. Наконец-то прошло такое хорошее мероприятие. Такие должны быть каждые выходные, чтобы люди собирались. И не важно кто, где и как. Общее это объединение. Как 1 мая, как 9 мая. Закрытие велосезона. Это все великолепно. Поэтому побольше таких мероприятий. Строение хорошее. Погода прекрасная. В Беларуси должно быть все прекрасно. Возглавил велопробег мэр Александр Студнев. Градоначальник уверен, все, кто участвовал, зарядились хорошей энергией. Председатель отмечает. Приятно видеть в колонии и молодежь. Правильный пример для каждого. Здоровый образ жизни и любовь к своей родине. Эмоции самые хорошие. Во-первых, сегодня выходной день. Второе, что мы собрались, можно сказать, горожанами, которые выразили свою позицию в нашем велопробеге. Никто их не принуждал. Сами они вышли. Они высказали именно свое мнение, высказали свою позицию, что они за нашу крепкую, тружескую Беларусь. Великолепные эмоции. Мы сегодня приехали за нашу независимую страну, за нашу любовь к Беларуси. Плюс мы в очередной раз подтвердили то, что мы приверженцы здорового образа жизни. Акции в поддержку действующей власти проходят по всей стране. Участвуют сотни тысяч людей, которых объединяет любовь и чувство ответственности за мирную, процветающую и независимую Беларусь. Беларусь сильная, Беларусь красивая, самая моя, самая моя, любимая. Максим Кембель, Максим Галенка. Итоги недели. Снова в школу. После летних каникул школы и гимназии города вновь приняли учащихся. За парты сели около 23 тысяч детей. В том числе 2400 первоклашек. В управлении по образованию отметили на подготовку учреждения образования к новому учебному году были направлены 700 тысяч рублей. Все объекты получили паспорта готовности в начале августа. 1 сентября в стране заработали 4 новые школы. За уроки сели свыше миллиона юношей и девушек. Белые банты, галстуки и яркие букеты. Бобрусь ярко отметил День знаний. В школах, гимназиях и колледжах прошли торжественные линейки и концерты. Учащихся поздравляли родители, учителя, представители администрации города. Моя коллега Анастасия Пахлёстова дала первый звонок. День знаний в 17-й школе стал особенным вдвойне. Во-первых, в этом году школа отметит юбилей – 35 лет. Во-вторых, поздравить ребят и учителей приехал мэр Александр Студнев. На праздник не принято приходить с пустыми руками. Сертификат на 6 тысяч рублей. Удачи и успехов! В первую очередь хочу поздравить всех вас с первым учебным днём, с Днём знаний. Пожелать нашим деткам, чтобы они хорошо учились. Пожелать нашим преподавателям, учителям терпения. Потому что именно от них зависит и воспитание наших детей, как они будут учиться, как они будут уже в дальнейшем строить свою жизнь. Ребята тоже не остались в стороне. Стихи в честь праздника. Не было лучше дня, потому что первый классик называет «Сеть меня». После торжественной линейки – начало новой главы в жизни. Встреча с теми, с кем будут связаны предстоящие 11 лет и знакомство с той самой первой учительницей. Коля, расскажи, какая должна быть первая учительница? Первая учительница должна быть, чтобы она не допускала, чтобы дети терялись. И они никогда не сбежали в школу. Она этим занимается, чтобы мы поняли всё. Какая должна быть первая учительница? Ну, занимать детей, чтобы они были умными. И вообще, чтобы дети умели читать. Расскажи, что ты умеешь уже. Может, читать, писать умеешь? Ну, я умею читать, писать. А зачем ты тогда в школу пошёл? Чтобы научиться всему ещё интересному. Душевные с размахом новый учебный год встретили в гимназии номер 2. За партой впервые сели 112 юных баблючан. Позади у малышей родителей волнительные сборы. Выбор тетрадей, ручек и ранца. Всё это, кажется, запомнится им на всю жизнь. Каждый первоклассник по традиции получил личный подарок от президента. Книгу «Беларусь наша родима». Сразу после запуска в небо воздушных шаров и долгожданного первого звонка вчерашние детсадовцы отправились на первый в жизни урок. Уважаемые первоклассники, будьте прилежными, усердными учениками. Радуйте своими успехами и достижениями ваших учителей, ваших родителей. Второй гимназии уже пошёл седьмой десяток. Среди выпускников сотни золотых медалистов. В будущем успешные и именитые люди. В их числе Иван Вижновец, первый замглавы Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Руководитель в своё время тоже сидел здесь за партой. Каждый раз, возвращаясь сюда, испытывает особенные чувства. Всегда радостно прийти на первый звонок в родную школу, посмотреть на деток, которые будут учиться в этой школе. Буквы пёрышком писать, вычитать и умножать. Этому и многому другому преподаватели шестой школы обещают научить вчерашних малышей, а уже первоклашек. В первый день осени порог заведения переступили сразу 82 новичка. Холодильник, 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 холодильник. Поздравить ребят с началом учебного года приехала заместитель председателя Бобруйского горисполкома. Хотелось бы пожелать в этот день, пожелать ребятам крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всём. Пожелать родителям всегда гордиться своими учениками. Это самый чудесный, замечательный день в году. С праздником! Новички появились не только в классах, но и среди педагогов. К учебному году в Бобруйск прибыли 105 молодых специалистов, из них 60 – бобруйчане. Анастасия Пахлёстова, Максим Кембель, Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев. Итоги недели. В нашем доме рады всем. В субботу в Бобруйске прошел большой детский праздник. Развлекательные площадки развернулись на четырех локациях в разных частях города. Воспитанники творческих коллективов и спортивных школ продемонстрировали таланты и умения. Анастасия Пахлёстова тоже повеселилась на славу. В первую субботу сентября во всех уголках города звучала музыка и детские голоса. Концерты, мастер-классы, игровые и развлекательные программы и выставки развернулись сразу в четырех точках. Возле бывшего дома офицеров многолюдно. Музыку было слышно еще издалека. На импровизированной сцене зажигали творческие коллективы Центра доп. образования детей и молодежи. Самые-самые лучшие, самая ты, самая мы, самые-самые лучшие. На территории Центра расположились тематические площадки. Все лучшее гостям показали отделы и кружки. Дети и родители могли ознакомиться с работой объединений, пообщаться с теми, кто уже занимается, и попробовать себя в рукоделии, рисовании и спорте. Многие нашли себе несколько новых увлечений. А мы вот шли мимо просто и увидели, что здесь праздник, подошли с ребенком. Очень интересно. И дети молодцы, танцуют, поют. И уголок там живой. Класс. Пока-то мы делали цветы, рисуем, кроликов делали. Я у мамы спрошу и, может быть, куда-нибудь запишусь. На рукоделье и на танц. А еще я хотела записаться на акробатику, если она здесь есть. А еще на самолеты. Организаторы сделали акцент не только на знакомство с кружками и секциями. В первую очередь на детскую безопасность. Площадку с показом аварийно-спасательной техники подготовили сотрудники госавтоинспекции, освода и МЧС. Малыши посетили игровые обучающие зоны и еще раз повторили, как правильно вести себя в случае какого-либо ЧП. Пальцы берешь, смотри, вот пальцы вот так, вставляешь, и вот унициально. В молодежном парке тоже веселье. Для гостей жителей Первомайского района звучала живая музыка в исполнении скрипачей. Их сменяли детские коллективы. Там, где ты, там, где я, наша больная победа. Вообще интересно, что в городе проходит. Как всегда, весело. Приятно, дружелюбно, очень нравится. Выступления смотрим, очень понравится. Для детей работали мастер-классы и интерактивные площадки. Мальчики и девочки могли поиграть в активные игры на свежем воздухе, сделать своими руками сувенир или просто потанцевать. О работе кружков и секций рассказывали педагоги. На траве развернулся целый палаточный городок с обязательными походными атрибутами. Котелком и стопкой дров. Ребята могли залезть в палатку и почувствовать себя настоящими туристами. Юные любители приключений могут записаться в Центр туризма и краеведения. Детих научат ставить палатки, вязать узлы и сплавляться по реке. В Центре досуга и творчества гостей встречали настоящие воины из прошлого. Дети могли подержать в руках оружие и примерить обмундирование. Зрителей развлекали музыкальными номерами. В Центре культуры и досуга Ленинского района по-домашнему уютно. Воспитанники творческих объединений пели песни. А потом мыши-леса провели для всех спортивную разминку. Общее название праздника в нашем доме рады всем. И это не случайно. В каждом учреждении доп. образования с нетерпением ждут новичков. Ежегодно в сентябре в городе проходит городской праздник в нашем доме рады всем. Направлено в первую очередь на популяризацию деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений культуры и спорта. Борисовым предоставлена возможность ознакомиться с работой данных учреждений образования, записаться в объединение по интересам. Площадки работали с 12 до 15 часов. Детский праздник объединил несколько сотен ребят. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко. Итоги недели. Ложная тревога. 1 сентября по городскому телефону в 12-ю школу поступил звонок. Здание заминировано. Директор учреждений образования медлить не стало. Все ученики и преподаватели были эвакуированы. Школу оцепили сотрудники правоохранительных органов. На месте работали следственный комитет, МЧС и милиция. Вызов, как позже выяснилось, оказался ложным. Позвонил мужчина 56-го года рождения. С ним уже работают правоохранители. Несмотря на это, праздник нам ничто не омрачит. Учащиеся все идут с настроением, с букетами. Родители приходят на первый урок. И в 10 часов у нас состоится линейка. Мы работаем в штатном режиме. Торжественной линейкой ребята открыли новый учебный год. Прозвучал первый звонок. Первоклашки побывали на уроке. Получили подарки, наставления от старших товарищей. А по завершению ученики запустили в небо голубей, как символ веры в светлое и мирное будущее. Кадровое решение, итоги уборочной и покорения космоса. Очередной спутник БГУ планируют запустить на орбиту Земли в 2021 году. Как конструкторы усовершенствовали устройство? Спросим у моей коллеги Марии Бушкевич. У нее самый подробный обзор громких заголовков. Важные кадровые решения глава государства принял в четверг. Валерий Вакульчик назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси. Ранее он занимал пост председателя КГБ. Иван Тертель, который руководил комитетом госконтроля, возглавит комитет госбезопасности. Исполняющим обязанности председателя КГК стал Василий Герасимов. В прошлом первый зампред ведомства. Председателем Мингорисполкома назначен Владимир Кухарев. Ранее он занимал пост вице-премьера. Прежний мэр Минска Анатолий Сивак будет работать в саммине. В Беларуси завершилась массовая уборочная зерновых. Каравай-2020 весит 7,9 млн тонн. Аграрий столичного региона готовится покорить планку в 2 млн тонн. Такого урожая здесь не видели целых 8 лет. Заслуга Могилевской области – 1 млн 80 тыс. тонн. Новый научно-образовательный спутник БГУ планируют запустить в космическое пространство в 2021 году. Распоряжение подписал Александр Лукашенко. Разработали и изготовили устройства сотрудники, студенты и аспиранты ВУЗа. Сразу 10 белорусских предприятий включили в Евразийский реестр промышленной продукции. В списке МАС, Амкадор, Витебские ковры, Комволь. Среди преимуществ – возможность участия в госзакупках на территории России. Первые тендеры пройдут уже на этой неделе. По данным Март, список предприятий, внесенных в единую базу, будет пополняться. В Беларуси создадут механизм обратной связи со службой 115. Главная задача – выполнить все поступившие от граждан заявки. Для этого ужесточат контроль за качеством и сроками оказываемых услуг. Заявку сможет закрыть сам обратившийся – по телефону, через мобильное приложение или поставив подпись в анкете у исполнителя. Красная ковровая дорожка, испытание вакцины от коронавируса и большая утрата на звездном небосклоне. В России умер заслуженный актер. Моя коллега Анастасия Шевцова держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября. Ему было 76 лет. В эту пятницу в Москве на основной сцене Малого театра прошла церемония прощания с народным артистом. На протяжении долгих лет Борис Клюев на этой сцене исполнял ведущую роль. Внезапная смерть актера шокировала поклонников. В чем же причина? Все подробности в конце больших итогов. Спасибо. Мои коллеги Анастасия Шевцова и Мария Бушкевич с обзором громких новостей недели. Ночью 1 сентября в квартире Ноленкова взорвался бытовой газ. Спасатели оперативно эвакуировали жителей подъезда. Чтобы поддержать горожан, на место происшествия приехал Александр Студнев. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Коммунальщики устраняют последствия. Наша съемочная группа разбиралась в деталях инцидента. Все произошло в начале 12 ночи. Большая часть жильцов была дома, спала. Да, я услышала взрыв. Даже сколотнулся, вот квартира сколотнулась. И звон стекла посыпался. Я вышла на балкон, смотрю, тут пожар, вот в полисаднике человек лежит. Я сразу не поняла, что люди начали собираться, кричали, выбегали дети. А через пару минут подъехали уже пожарные, несколько машин скорые. По информации следственного комитета, 54-летний хозяин одной из квартир включил газ. Итог – взрыв. Повреждено имущество, выбиты оконные и дверные блоки. В перекрытии комнаты образовалась трещина. Мужчина получил ожоги 60% тела. Его госпитализировала скорая. Состояние тяжелое. Взрывная волна не пожалела. Рядом стоящий автомобиль и стекла от них теперь по всему асфальту. Также на месте ЧП работают коммунальные службы города. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный людям. На место происшествия прибыл и мэр Александр Студнев. Власти города приняли решение – людей отселить. 26 в гостинице Юбилейной, еще 31 человека к родственникам. Люди разных возрастов. И молодые, и постарше. Всем была оказана и первая медицинская помощь. Работал с нами психолог с МЧС. Размещены все, обеспечены трехразовым питанием. Хорошие люди здесь работают. Внимательные, заботливые. Вот сколько будет, каждый пульс приходит, как давление. Как то, как это. Сейчас на месте ЧП работает следственный комитет. Проводится осмотр места происшествия. Допросы жильцов дома устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие взрыву. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общественно опасным способом». По информации следствия жертв удалось избежать. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Редакция газеты «Бобруйское житё» поучаствовала вне белорусской письменности. В этом году праздник родного слова прошел в Белыничах. Финальные сроки звучат в эти минуты. Торжество развернулось более чем на 15 точках. В субботу представители РНП «Дорога к святыням» совершили крестный ход по улицам города. Главным событием стала презентация музея Белынинского Берули с обширной коллекцией работ всемирно известного живописца. Могилевский областной исполнительный комитет, национальный, организационный комитет сделал все для того, чтобы этот праздник был интересен всем. Всем гражданам нашей страны, всем гостям, которые приедут на нашу землю. Потому что это праздник, который объединяет любителей родного слова, родного языка, родной культуры. Гости дня письменности смогли встретиться с белорусскими и зарубежными писателями, побывать на презентации печатных изданий, насладиться блюдами национальной кухни. В следующем году праздник пройдет в Кополе. Строительство собора Александра Невского в Бобруйске вышло на финишную прямую. Накануне на один из куполов храма установили крест. Мария Бушкевич увидела все своими глазами. Четверг, 3 сентября, Бобруйская крепость. На часах 9.30. Сегодня на главный купол собора Александра Невского установят крест высотой 2,5 метра. Фигура из нержавеющего материала, заготовку для нее сделали в Минске, в Витебске покрыли нитротитаном. Окончательный вариант собрали бобруйские мастера. Крест для каждого православного человека является символом жизни вечной. Это та жертва, на которую Господь взял все грехи человечества на себя, распялся на кресте ради всех нас. И крест является все-таки воскресенье. Это самый главный символ будущего воскресения у каждого из нас. Возглавил богослужение протеерей Сергей Каравинский. Участие в нем приняли новое игумение монастыря святых жен Мироносец Параскева. На данный момент она занимает пост его настоятельницы. Попечительский совет Бобруйской епархии и будущие прихожане. После молитв окропление святой водой. Рядом маленькая шкатулка, украшенная камнями. Внутри святыня, частичка мощей самого Александра Невского. Святый Божественный крепкий, святый бессмертный помимо нас. Проект собора в точности соответствует тому, каким он был изначально. Более того, строят его на том же месте, где стоял предыдущий. Фундамент нашли по счастливой случайности. Искали это место, где там может быть. И вот игуменья Раиса, которая возглавляла монастырь, она сама каким-то чудным образом сделала лопату. И первым ее действием она вторгнулась прямо в плиту. Когда ее откопали, там было написано, что это плита, место, где стоял храм Благоверного князя Александра Невского. Для установки креста прибыла специальная машина МЧС – коленчатый подъемник. Обычно он применяется для спасения людей и имущества с высоты. Кран может подняться на полсотню метров. Рабочие в специальном обмундировании. Страховочный пояс, каска, перчатки. Исторический момент для Бобруйска. Прямо сейчас за моей спиной начинается установка креста на главный купол собора. Работы ведутся на высоте 21 метр. Храм на территории Бобруйской крепости начали возводить еще в 2010 году. Строят шесть дней в неделю. Задействован штат в 20 человек. Сейчас мы занимаемся отделкой, защитой строительной конструкции, кровельной работы. Также параллельно ведутся работы по вентиляции, гидроизоляции. То есть вот уже окна поставили. Работа проходит по плану. Готовимся к окончательной отделке. И к работе в зимний период. Впереди прокладка коммуникаций, система отопления, благоустройство территории. Появятся дорожки, садовые насаждения, декоративная изгородь. Сдача объекта планируется через год. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Мир против пандемии. Золотые львы и обратный ход. Мировое производство автомобилей за полгода сократилось почти на треть. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Анастасии Шевцовой. Большая потеря на звездном небосклоне на этой неделе ушел из жизни народный артист России Борис Клюев. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием – раком легких. На счету артиста более 100 ролей в кино и театре. Популярность Борису Клюеву принесла картина «Тассу полномочен заявить», где он сыграл шпиона Трианона. Он также исполнил роли в фильмах «Д'Артаньяна Тримушкетера», «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона», «Михаила Ломоносов» и полюбившимся многим сериале «Воронины». Борьба продолжается. Вторая российская вакцина от коронавируса прошла первый этап испытаний. Речь идет о препарате новосибирского центра «Вектор». Добровольцам вводили его дважды в соответствии с разработанным порядком. Жалоб на состояние здоровья на данный момент нет. Разработке предстоит пройти еще один этап клинических испытаний. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что зарегистрировать вторую вакцину могут уже в октябре. В Венеции проходит 77-й международный кинофестиваль. Это первое крупное оффлайн-событие киноиндустрии в этом году. Тем не менее, пандемия внесла коррективы. Вокруг красной ковровой дорожки не было публики. Церемонию открытия показали в прямом эфире по ТВ. Картины можно посмотреть только онлайн. Сокращена конкурсная программа до 18 фильмов. Кроме того, в зале одновременно может находиться меньшее количество человек. На главный приз фестиваля «Золотого льва» претендуют работы российских, европейских, американских, индийских и японских режиссеров. Дональд Трамп намерен сократить финансирование четырех крупных городов, которые находятся под управлением демократов. В черном списке оказались Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд. По мнению президента США, местные власти не препятствуют массовым беспорядкам, а значит, потворствуют насилию и разрушениям. «Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зону беззакония», – отметил Дональд Трамп. Мировое производство автомобилей за полгода сократилось почти на треть. Аналитики связывают спад с пандемией коронавируса. Из-за эпидемии во многих странах закрылись крупные производства. Также снизились продажи машин. Спад их реализации за январь-июнь составил 26% по сравнению с прошлым годом. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бабаруськи-360 и я, Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова